Всем привет! Я Рейда Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим о главных ошибках в стайлинге этой весной. Но на самом деле не только весной, некоторые из них можно спокойно учесть и не допускать в другие сезоны. Так что, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Также, как всегда, я хочу напомнить, что в описании под этим видео всегда, вплоть до нашей победы, в течение всей войны России на территории Украины будут реквизиты помощи украинским взбройным силам, то есть военным силам, помощи беженцам из Украины и гуманитарная помощь, и куда ее можно оказать, по каким реквизитам. А мы с вами переходим к теме нашего видео. И первая из ошибок стайлинга, которую я часто вижу, которую допускают до сих пор, особенно это встречается лично для меня, по моему опыту в масс-маркете, это когда у нас жакеты и любой верхний слой, но чаще всего это касается жакетов и джемперов, очень тонкие и тоньшие слои, которые под ним. То есть я, например, говорю про рубашки и блузы, которые, фактура которых проглядывается под жакетом. А жакет сам по себе выглядит как тряпочка, у него нет никакой структуры, он не держит форму, он очень тоненький, ты его вот так вот держишь за бирочку, он нападает. Вы знаете, это классика жакетов Zara, и вы знаете мою нелюбовь к ним, это такой жакет-тряпочка. По факту совершенно не жакет, у него есть изначальное название, это единственное, что от жакетов в этих жакетах остается. Поэтому для того, чтобы создавать собранный образ, который не будет в кавычках-то сыпаться, который будет выглядеть лаконично, функционально, который будет гармонировать с вашим стилем, и который будет выглядеть завершенно, для этого нужно каждый последующий слой, который вы надеваете. То есть сначала у нас, допустим, водолазка, а потом у нас вязанный жилет, а потом у нас сверху жакет, потом сверху тренч. Каждый следующий слой должен быть плотнее и свободнее предыдущего, не наоборот. Следующая ошибка, которую очень часто вижу, и мало они на самом деле говорят, это такой сэндвич из кожи, который образует расстояние, где у нас между тем местом, где у нас заканчивается, например, подол юбки, платье, или заканчиваются джинсы, брюки, любой низ, и начинается обувь. Чаще всего это ботинки, ботильоны. И вот это расстояние кожи, такое обычно странненькое, которое образуется, оно безумно, простит лук, оно безумно укорачивает нижнюю часть силуэта, и в целом вас приземляет, и оно очень дает неприкольную, такую неклассную горизонталь в образе, которая никакой цели не несет. Соответственно, дает такую точку фокуса, которая больше говорит о несобранности образа, незавершенности. Не такой же на секуа французской незавершенности, а просто незавершенности. Поэтому самое удачное, что мы можем сделать в данном случае, это выбирать обувь, которая будет либо заходить под юбку, джинсы, брюки и так далее, либо увеличивать это расстояние настолько, чтобы у нас была уже вертикальная ваша ладонь от конца любого подола юбки, платья и джинсов, брюк, до начала обуви. Когда у вас видна щиколотка, это уже не сэндвич из кожи, тогда уже все в порядке. Когда у вас видна такая маленькая полосочка кожи или колготок между окончанием джинсов и началом брюк, вот это как раз такой сэндвич из кожи, который очень неаккуратно смотрится, его легко можно избежать. Еще один момент, я знаю, как все ждут, наконец, чуть-чуть более теплого времени, чтобы весной сейчас, значит, надевать какие-то брючные костюмы или брюки в целом. И при этом, учитывая, что на улице еще прохладно, сочетает это все с грубой зимней обувью. И вот как раз сочетание очень такого весеннего, уже практически летнего, тонкого материала брючного костюма или брюк с грубой, совсем теплой обувью, иногда смотрится странно, особенно когда вы идете и через сам материал брюк проглядывается окончание обуви, оно просматривается в движении. Это смотрится немножко неаккуратно, поэтому здесь все-таки нужно согласовывать плотность нижней части изделия и плотность обуви, чтобы не было ощущений, что вы буквально взяли летние вещи и надели их зимней обувью. Еще одна стайдинг-ошибка, которую часто вижу, что допускают, это идентичные абсолютно силуэты в всем луке. Это значит, что у нас, если что-то в облипку, то все в облипку. И кардиганчик в облипку, и джинсы скини, и балеточки. Или если все оверсайз, то у человека все оверсайз. И огромный такой пиджак с мужского плеча, и огромные брюки, и огромный свитер. И когда у вас нет опыта в балансе таких оверсайз-гипер-оверсайз пропорций, или когда у вас нет опыта в балансе облигающих пропорций, чаще всего это в итоге смотрится нелогично и негармонично. Поэтому самый проверенный вариант, сбалансированный, это когда есть что-то облигающее, что-то объемное. И наоборот. Потому что уровень, когда вы носите все в облипку, и это смотрится грамотно, это уровень, когда вы уверяете каждый сантиметр образа. Чтобы кардиган немножко заходил на брюки, чтобы сверху был такой же второй слой полуприталиного жакета, чтобы была остроносая обувь, которая это все будет вместе вытягивать, и добавлять собранности образу, чтобы у нас еще была структурированная сумка. И только тогда образ, где у нас абсолютно все в облипку, может заиграть. Точно так же и с образом, где у нас все в оверсайзе. Если у вас образ в стилистике и в подходе к стайлингу, как у Мэри Кейт и Эшли Олсен, у их личного стиля, то тогда это имеет право на существование. В остальных случаях, чаще всего, неопытный глаз, человек без опыта работы с гипер-оверсайз силуэтом и везде, просто себя ими поглощает. И такая, знаете, часть головы, только глазки виднеют за этим огромным мужским пиджаком на женских хрупких плечах. По поводу пропорций, еще одна стайлинг-ошибка, которую часто замечаю, это когда человек, наконец, допустим, находит для себя какую-то работающую форму лука, например, влегающий топ и объемный низ. Он абсолютно все вещи своего гардероба подгоняет под эту одну форму лука, до такой степени, что потом создается ощущение, что это один тот же образ, который человек носит. Потому что эти пропорции, это первое, что бросается в глаза. И у нас всегда будет там кардиганчик в облипочку, огромные джинсы, рубашечка в облипочку, огромные брюки, топ в облипочку, объемная юбка и так далее. Соответственно, несмотря на то, что позиции разные, пропорции остаются одинаковые. И хоть формы лука вида изменяются, пропорции, оставаясь одинаковыми, в итоге создают впечатление одного и того же наряда. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы в рамках вашего образа, или если вы стилист и работаете с клиентами, чтобы вы для клиентов или для себя не идентично дублировали одну и ту же работающую пропорцию, но на каждый из луков. Потому что рано или поздно это просто скучно и все сливается абсолютно в одну. Поэтому если вы для себя нашли комфортный вариант, где у вас топ, например, в облипку, а низ объемный, подумайте над обратным вариантом, который может быть интересным. Подумайте над прямым силуэтом, подумайте над полуприталенным верхом и свободным прямым низом. Просто поиграйте с пропорциями, потому что я могу гарантировать, что для каждого человека есть минимум 2-3 варианта пропорций и формы лука, которые на 100% для его фигуры, задачи и так далее будут подходить. Следующая ошибка тоже очень частая. Это когда мы берем монохромный образ, допустим, тотал бежевый лук. И все изделия делаем с одинаковым финишем. Например, тотал бежевый и трикотажный, и все матовые. Или тотал черный, и все кожа. Когда у нас в особенности монохромный лук, из-за того, что у нас один и тот же цвет, степень завершенности наряда падает. И для того, чтобы она не была настолько низкой, что вам казалось, что это просто одну и ту же вещь в разных вариациях на разных частях тела надели, мы берем разные и чаще всего лучше, особенно в монохроме, полярные фактуры материалов и комбинируем внутри монохрома. Например, если это тотал черный лук, вы можете взять кожаные брюки, но свитер из махера, активного шерстяного материала. И тогда эти две полярные фактуры будут давать глубину наряда, которая в обратном случае теряется. И, допустим, если у вас тотал хотите бежевый лук, его можно взять, это будет безумно красивый тотал бежевый, тотал молочный лук, даже с трикотажем. Но при этом, например, здесь у вас может быть трикотаж, а тренч у вас может быть какой-то холщовый или тренч у вас может быть лаковый и так далее. Плюс все это мы все еще делаем в монохроме, но просто используя разные материалы с разным типом финиша. Один момент, который меня всегда немножко пипчет, это я вижу брючные костюмы, именно спортивные брючные костюмы, то есть брюки спортивные и худи, и они очень облегающие. По определению, спортивный костюм, современный спортивный костюм как таковой, особенно если это треники, флисовые какие-то плотные, не трикотажные, они должны иметь определенную свободу, чтобы создавать правильный, соответствующий изделию силуэт. Здесь, в принципе, та же ситуация, как и с жакетом. Жакет должен держать форму, брюки должны держать форму, худи должно держать форму. Поэтому по определению эти изделия должны быть из плотного, свободного материала. Лучше взять их на пару размеров больше, чем на пару размеров меньше, чтобы оно все было в облипку, и в итоге появляются какие-то странные формы поверх вашей фигуры. И в итоге, опять же, у нас низкая завершенность наряда, у нас цель наряда не достигается просто потому, что сами изделия не соответствуют своей задаче, и получается ощущение, что вы надели чей-то не по размеру брючный спортивный костюм. Соответственно, универсальные правила для классических брючных спортивных костюмов со спортивными брюками, с худи или со свитшотом, это они должны быть свободны. Я не говорю сейчас про гипер-оверсайз, но я говорю про прямой или легкий оверсайз силуэт, который даст воздух и пространство дышать образу, и тогда все остальные вещи в луке заиграют. И последняя ошибка, которую допускают люди на самом деле в разные абсолютно сезоны, и она очень часто происходит даже у стилистов, и у стилистов, которые работают с клиентами, я ее вижу очень часто, я ее даже подмечаю у стилистов с опытом работы, которые иногда приходят к нам на повышение квалификации, это когда человек создает образ, в рамках которого все вещи исключительно в одном выдержанном стиле. Например, если классика, то все классика, классическая рубашка, классическая юбка, классические лодочки, классическая сумка, классическая прическа. Если романтика, то все романтика, цветочка бабочки на рубашке, на блузе, прошу прощения, обязательно, юбка с цветочками бабочками розовая, романтичная с круглым носочком, балеточки, розовенькая сумочка и так далее. И поэтому в итоге мы получаем перебор, такой приторный, практически сценический, нереалистичный лук. Поэтому самый универсальный способ, как создать глубину образа, как сделать его более реалистичным, интересным, сбалансированным, мы берем 80% одного стиля и разбавляем 20% другого и лучше всего достаточно полярного стиля или хотя бы, знаете, такого аналогового соседствующего. Например, если вы не хотите разбавлять романтику грубостью какой-то, гранжем, то хотя бы разбавьте романтику классикой, разбавьте романтику кэжуалом. То есть соседствующий стиль не очень полярный, но все уже не романтика. Это намного будет лучше, чем вы сделаете образ, который похож на образ, не знаю, какого-то мультяшного персонажа. Пишите в комментариях внизу, какой из советов вам понравился больше всего. Может быть, у вас есть личные ваши наблюдения по стилевым ошибкам, которые люди в особенности весной допускают. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Субтитры создавал DimaTorzok